2020 год, как и для всего мира, надо сказать, и для фаршстадского сельского поселения, был напряженным. Но, тем не менее, администрация работала, сотрудники все у нас работали на своих местах. Очень большой объем работы за 2020 год был сделан. По реальным делам в фаршстадской школе, но жители фаршстада и фаршстадского сельского поселения знают, что у нас школа построена давно, в 1968 году. Все оконные блоки практически пришли в негодность. То есть в этом году было выделено финансовое средство, в ЕУ установили 15 окон. В фаршстадский детский садик, уличные веранды за многие годы тоже, еще и совхоз «Красный Октябрь» ее строил, тоже пришли в негодность. Значит, и мы установили две веранды, заменили входные двери. Детский сад села Новоахунова, шесть окон заменили. Самарский детский садик заменили пять окон. Значит, в детском садике поселка Держинка мы ее называем верандой, кто называет пристроем, ну, можно ее назвать всяко. Значит, она тоже у нас с основания детского садика, она тоже пришла в негодность, ее тоже отремонтировали. Этот год был годом юбилейным, 75 лет победы. Мы, значит, в текущем году отремонтировали капитально. У нас единственный памятник в фаршстадском сельском поселении, он находится в селе Новоахунова. Мы его капитально отремонтировали. Отремонтировали мемориальные плиты. Это в поселке, у нас в поселке Эстонский, на чьи тоже отремонтировали. В поселке Сафроновский перенесли мемориальную плиту, которая была куплена и установлена за счет средств населения. Построили новый, назовем его, памятник, значит, за счет средств населения и спонсорской помощи в ОПРЕД Урале, в поселке Самарский. Проект газификации поселка Держинка находится, значит, в настоящий момент он находится на государственной экспертизе. Значит, где-то к марту месяцу проект будет зарегистрирован. Значит, мы приступим с вами к исполнению, то есть строительству газопровода поселка Держинка. Большую работу сделали в селе Фарштадт. Приступили к исполнению той задумки, которая была, она была запланирована, значит, по селу Фарштадт. Это первое было провести водопровод, заменить водопровод, 100% водопровод в селе Фарштадт заменен. Провели газификацию 100% в селе Фарштадт. В прошлом году, значит, отремонтировали часть улицы братьев Кошириных, значит, часть улицы Советской, улицу полностью 100% Первомайскую и Российскую. Мы с городом Верхнеуральском ограничим мостом через реку Урлида. Планировали сначала асфальт положить по Кирову, а потом, значит, уже эту работу сделать. Осветить мост, значит, и вот этот промежуток улицы Кирова для того, чтобы очень удобно было населению ходить. Надо сделать проект пешеходной зоны, то есть оградить ее от дороги, чтобы население шло спокойно и не глядело по бокам и не смотрело, чтобы кто тебя не сбил. Значит, эту работу мы приступим, будем проектировать пешеходную дорожку. Подвесной мост в селе Харштадт у нас получилось, мы его восстановили. Значит, спонсорская помощь, значит, основная это была Ахмед Галеев был, значит, и предприниматели, это Баланев, Рыжков, значит, и население села Харштадт. В поселке Самарский заменены четыре окна. В поселке Эстонский, значит, там обсуждали по тому, что надо в обязательном порядке сделать детскую игровую площадку. Значит, и в этом году мы эту работу сделали. Построили поселки Держинка, ФАП. В настоящее время он в рабочем состоянии, значит, там медик есть. Дом культуры и культурно-спортивный центр «Прометей», значит, вообще отсутствовала какая-то аппаратура. И нам в 2020 году выделили по программе 1 миллион 650 тысяч, и мы в 2020 году все приобрели, все оборудование. В течение года мы отрабатывали все текущие вопросы, я их не буду перечислять, это житейские, это поддержание водопровода, поддержание рабочего состояния газовых сетей, поддержание и ремонт автомобильных дорог, это уличное освещение. Значит, и большую работу, конечно, проводила и культурно-спортивный центр «Прометей», который, значит, в сложных условиях, тем не менее, работал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok